Привет, дорогие друзья! В параллельной реальности происходят всевозможные интересные вещи. К примеру, Украина решила протянуть руку помощи замерзающей Европе. Еще одно важное решение СНБО, о котором стоит поговорить, оно продиктовано событиями последних дней. Украина предложит Европе транспортировку дополнительных 55 миллиардов кубометров газа. Давайте услышим заявление господина Данилова. В принципе, Данилов мог рассказать и о 55 триллионах. Мы предлагаем транспортировку 55 триллионов кубометров российского газа. Унизительно. Вот я почему-то так могу охарактеризовать и предложение Зеленского России скидки на транспортировку газа для облегчения кризиса. Причем Зеленский, ну, с широкого плеча, так решил предоставить 50-процентную скидку на транспортировку. Это последняя попытка привлечь хоть какое-то внимание к трубе, немодернизированной, ржавой, устаревшей трубе. Если Европа примет предложение Украины, то у России не останется аргумента для ультиматума в Европе. Ведь Владимир Путин сегодня лично прибег к откровенному и открытому шантажу. Мол, Российская Федерация увеличит поставки газа в европейские страны, но исключительно по Северному потоку-2. Прибег к шантажу. Прибежал, наверное. Вот. И как раз-таки Путин рассказывал по поводу увеличения. Если давление увеличить, лопнет вообще. Европа совсем лишится этого маршрута. Можно сказать, Путин врет. Лжец. Можно попробовать. Но если лопнет, то опять-таки будет вина Российской Федерации. Я вам гарантию даю. По решению СНБО, я правильно понимаю, что мы помогаем газам Европе, у которой сейчас происходит кризис? Цены на биржах там добивали и двух тысяч долларов даже. И шли вверх, и вверх, и вверх. И тут мы. И тут мы. Появляемся. Украина. Как будто там считали, что мы ничего не значим. Мы такие появляемся и говорим. Вам надо бы на газ, их есть у меня. Кстати, Россия постоянно говорит, что там Украина замерзнет или так далее. Мы вот welcome. Смотрите, тут... Да, Россия врет. Россия врет. Что мы там замерзнем, замерзаем. Это врет. В областях постоянно врут. Когда люди выходят на трассы, сейчас перекрывают. Когда школы не отапливаются, это врут. Причем врет опять-таки Россия, я должен сказать. А мы, оказывается, вот такие. У нас форточки у людей у всех открыты. Открыты зимой форточки. Продохнуть нельзя. Они свежий воздух пускают. Речь идет не о том, что мы помогаем газам Европе. Мы готовы помочь. Мы таким образом фактически нейтрализуем ультиматум Путина. Мы напоминаем, что есть и другие маршруты поставок газа. То, что я и сказал, в принципе. Более дипломатический очкалис банковый расскажет вам это более дипломатическим языком. Мы напоминаем, что есть другие маршруты. Да мы стучим уже палкой по забору Евросоюза. У нас тут есть маршрут. Вы же не забыли? Ку-ку, у нас тут маршрут. У нас труба есть. Наша труба может прокачивать, и в былые годы прокачивала, даже до 130 миллиардов кубов. То есть в три раза больше. А в былые годы, говорят, мама вот этого пропагандона еще прыгала, знаете, в резиночку прыгала. В былые годы. При Советском Союзе, дай бог памяти, так она прогоняла, ого, сколько газа. Так вы с тех пор ее не ремонтировали. Поэтому вот эти объемы, которые сказал Данилов, это для нас не проблема. Это как раз демонстрация того, что мы готовы быть нормальными, конструктивными партнерами, в отличие от России. Это для нас вообще все это, все это для нас не проблема. И мы настоящие партнеры, в отличие от России. Если бы мы еще свой газ поставляли, то вообще было бы шикарно. Кстати, еще одно решение СНБО сегодня, это оказание партнерской поддержки Молдове. Вот это вообще славно, я считаю. Особо славно это на фоне неотапливаемых больниц и детских садов. Они сейчас неотапливаемые, сейчас еще только пыль на рояле, сейчас еще морозов нет. Но мы решили помочь Молдове. И партнерская поддержка Молдове. Вот здесь мы как раз показываем наше принципиальное отличие от России. Россия шантажирует. Она хочет, чтобы через такой шантаж европейцы в нарушении собственных правил сертифицировали Северный поток-2. А мы, напротив, показываем, что душа у нас широкая. Хотите газу получить? А мы готовы оказать действительно поддержку Европе в прокачке этого газа без каких-либо условий. Вот это просто действительно контрастная позиция. И как раз демонстрация того, что мы не на словах, а на деле являемся реальным партнером Европейского Союза. Смотрите, это же канал задумывался, как доносить мысли Донбассу. На самом деле это суперпропагандистский канал Офиса Президента. Они постоянно все ниже и ниже, знаете, уровень. Понимает ли Европа, что Россия дает газ? Окей, тут есть Украина, которая готова всегда помочь, несмотря на свои проблемы. Теперь я услышал мнение, вот это, мне кажется, лучшее, по поводу того, почему вдруг, почему Украина решила помочь Молдове, братской Молдове. Надо вообще разбираться с тем, что происходит. Молдова – это вторая после Украины страна в Европе, которая не подписала контракт долгосрочный на поставку газа из России. С «Газпромом» у них контракт не подписан. Ну, жахнули, как говорится, по России, вылетела и не поймали. Причем, что «Санду» достаточно такая проамериканская, и здесь как раз-таки кроется, возможно, разгадка вот этой братской помощи. Покупать, как и Украина сейчас покупает газ по биржевым ценам Молдова не может, это очень дорого. Она действительно оказалась в катастрофическом положении, при этом Молдова тоже страна такой проамериканской направленности. И вот эта тема как раз-таки. И президент «Санду» там такая вся проамериканская, да, поэтому я не знаю, так точно или нет, но Украина вынуждена давать Молдове газ, потому что такое требование наших друзей и партнеров. Но почему же сами партнеры не помогут братской Молдове, хотя бы деньгами для того, чтобы Молдова могла покупать этот газ? Если уже подготовлен какой-то контракт или подписан по предоставлению газа в долг, надо знать, в каком году Молдова может его вернуть и собирается вернуть. Это тоже очень интересно, но по всей видимости, знаете, как джентльмены верят на слово, во-первых, а во-вторых, ну это как-то не по-братски спрашивать, а когда же ты вернешь нам этот газ? Через «Газпром» заключают контракты, сепаратные контракты с отдельными странами, вот как было недавно с Венгрией, по сути дела и с Германией, то есть одним они дают льготные условия, а другие должны покупать газ по завышенной цене. А какое они имеют право? Вы вдумайтесь, они решают свой газ, кому продавать по льготной цене, а кому по обычной. Наверное, по обычной они продают тем, кто постоянно против них санкции вводит, требует высылки дипломатов, говорит о том, что необходима война, уничтожение Российской Федерации. Наверное, им по обычной цене, правда? Просто мне нравится логика этих ребят. И вот тут и есть как раз и шантаж, и провоцирование вот этого газового кризиса, как ценового, так и с точки зрения объемов поставки газа. Это и есть шантаж. Если бы вы не знали, что такое шантаж, так вот это он и есть. Но будут принимать меры, которые будут заключаться в том числе в диверсификации поставок газа, чтобы не только от России получать преимущественно, но и из других источников. Так а что сейчас тогда так не сделают? Ну, диверсифицировали бы, получали бы из других источников. Из каких источников? Вы просто интересно, а из каких источников еще могут получать газ? Газ. Наверное, из Штатов. Но Штаты просто решили, продадим-ка мы его туда вот, а в другое место, где больше получим. Здесь вспомнят как раз таки про Штаты, но не вспомнят о том, что Штаты почему-то ударили в спину Европу. Потому что сейчас просто они не могут так оперативно, допустим, законтрактовать жиженый газ из Ближнего Востока, от Катара, например, или от США. Не могут просто. По времени просто не получается. Так а были вроде бы контракты с США. Просто США решили перед, ну, на самом деле продать в другое место. Ну, зачем об этом говорить? У Украины действительно катастрофическое положение. Началась остановка электрических станций из-за нехватки угля. Вот Славянская станция остановилась сегодня. Не верю, не верю. В противном случае, конечно, тогда не оказывали бы братскую помощь Молдове. Непонятно опять-таки, почему западные друзья и партнеры Молдовы не дали ей ни газа европейского, как украина, ни денег не дали, чтобы они оплатили этот газ. Потому что они поддержали теплым словом. А теплое слово от больших партнеров греет намного лучше, чем газ. Хороший вопрос, правда? Вот этот вопрос самый, наверное, основной. Про американское санду от Америки не получило ничего. От западных партнеров не получило ничего. Просто нагнули те Украину, чтобы она поделилась газом, сама газа не имея. Это отлично. Мы установили крайне высокие тарифы. Сейчас обсуждается вопрос о том, что, возможно, не только школы, но и высшие учебные заведения в своем большинстве работать не будут, просто потому что нечем отапливать. Самое время помочь Молдове. Вы знаете, есть реальность реальная, а есть параллельная реальность. Их много, наслоение параллельных реальностей. Потому что, как почитаешь тот же Bloomberg, там своя реальность. Почитаешь Politico, там своя реальность. BuzzFeed, своя реальность. New York Times, своя реальность. Но реальность украинских каких-то пропагандистских СМИ, это вообще супер-пупер. Ну и Зеленский, понятно, пребывает в своей реальности. Но это связано не только, но и с определенными, я думаю, препаратами. У меня все, пока.